В Хабаровске проходил окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. Это был конкурс для академических, профессиональных и любительских детских и взрослых коллективов. Фестиваль проводится с 2014 года в три этапа – региональный, окружной и всероссийский. И ежегодно собирает более тысячи хоров. Мы, конечно, ни на что не рассчитывали, и поэтому чувствуем себя героями. Мы за достаточно короткий срок приготовились к поездке. Дети выучили новую программу. Мы пели три произведения. Обязательно был Чайковский. Мы спели Чайковского, акапелла даже. Учащиеся детской школы искусств с радостью восприняли новость о поездке на фестиваль. За плечами была победа на краевом этапе конкурса, и они с новыми силами стали готовиться к следующему вступлению. У меня мама работает в этой школе. И я просто хотела, я с рождения начинала петь просто. Мы пели вот с Соней солистами, и нам было страшно, мы боялись. Хор достиг третье место. Это очень хорошее место, как я считаю. Мне понравилось выступать на сцене, петь соло. Поездка была очень веселой, особенно в поезде. Мы веселились, радовались, играли на гитаре, слушали музыку, рассказывали истории. До поездки на фестиваль оставался всего месяц. Занятия в музыкальной школе проходили раз в неделю. Для юных солистов необходимо было сделать новую аранжировку. Но за этот короткий срок, благодаря энтузиазму педагогов и старанию детей, поездка на конкурс была успешной. Занятия в музыкальной школе проходили раз в неделю. Занятия в музыкальной школе проходили раз в неделю. Всего на фестивале выступило 14 хоров из дальневосточных регионов. Более 600 артистов хоров различных возрастов делились своим творчеством, а также состязались в мастерстве исполнения хоровых произведений. Я думаю, что третье место – это начало нашего маленького будущего. И его надо развивать. В родном городе с шарами и букетами цветов ребят встречали счастливые родители, которые верят в педагогов и своих талантливых детей и готовы поддерживать их в творчестве. Анастасия Кошечкина, Андрей Шаронов. Время новостей.